Так, в общем, вот сегодня 16 число, забрал я свой ПРВ-тест, и какая ситуация получается? То есть на сегодняшний день правительство Украины дает одно право на бесплатный ПРВ-тест, одно право. То есть второй, любой ПРВ-тест, который ты себе хочешь сделать, то есть, например, для того, чтобы передвигаться по транспорту, например, ездить в метро в правительственный квартал, например, то получается у тебя этого права нет. То есть ты обязан идти в лабораторию и сдавать ПРВ-тест в платной лаборатории. То есть получается, что правительство нарушает законы Украины, нарушает законы европейские, все международные нормы. Почему? Потому что оно просто не дает каждые три дня делать ПРВ-тест. То есть, и кстати, еще есть момент один. То есть ПРВ-тест я сдавал вчера утром. Отчитывается для того, чтобы не платить штрафы, если вдруг, особенно это заказуха чья-то, или неважно, не заказуха. То есть отчитывается 72 часа, то есть трое суток, от момента сдачи анализа. То есть вот когда ты сдал анализ, получается, значит, это вот пошел отчет. То есть я сегодня только забрал результаты. Только сегодня результаты негативные. То есть я не больной коронавирусом. То есть вот какая ситуация. Но я обязан, если мне нужно ездить в метро, или если вдруг у меня поломалась машина, то есть я обязан либо только ездить на такси, либо, получается, я обязан вот каждые три дня платить за вот такую вот штуку. Потому что государство не обеспечивает нас бесплатными ПРВ-тестами, вот по факту. И получается, всех просто вынуждают делать прививки. То есть просто вынуждают. То есть, ну и как в такой ситуации быть? То есть мы все должны сами решать. То есть, а так как у нас есть подозрения про сговор, и не только подозрения, а есть по факту многие доказательства, которые уже и депутаты парламента европейского рассказывают, и многие другие. И то есть многие врачи, как вчера показала практика, они сами же себе не делают прививки. То есть они не делают прививки. 50% врачей делают прививки, 50% врачей не делают прививки. Но этот момент также утаивается по телевидению. То есть в данный момент, то есть на нашего президента производится давление, так же, как и на депутатов, и просто-напросто нам пытаются навязать обязательную прививку. Чем это все может закончиться? Вы все великолепно понимаете. То есть 44% американской разведки, это официальные данные, заявило о том, что они не будут делать вакцинацию. То есть опрошенные сотрудники СБУ, они не хотят делать вакцинацию, так как понимают, что чипировка человечества приведет к глобальному тоталитарному режиму, который не было даже при фашистах гитлеровской Германии, не было прекрасных фашистов Сталина. То есть если нам получается всем внедрять чип, тогда все люди, человечество, не только Украины, потеряют полностью всю свободу, которую мы обретали. И то, что депутаты Европейского парламента говорили, то есть по факту это все правда. Вот 16 число, и сегодня я сделал ПРВ-тест. Я даже не от момента, как забрал ПРВ-тест, то есть могу ездить, вы вдумаетесь в это, я могу ездить всего лишь от момента сдачи. То есть у меня уже сутки одни потеряны, и получается осталось двое суток для того, чтобы ездить в правительственный квартал и подвозить документы в Генеральную прокуратуру. То есть вот так вот, слава Украине, доигрались, как говорится. Спасибо.